Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, а это новости из мира The Sims, выпуск номер 97. И сегодня в выпуске. Новое дополнение уже в июне, а также стали известны названия и тематика будущего дополнения, и многое другое. Нежданно-негаданно разработчики решили анонсировать новое дополнение, и тизер его опубликовали у себя в официальном профиле в твиттере. А также запланировали премьеру нового трейлера, так что давайте поподробнее. Вчера в официальном аккаунте The Sims в твиттере был опубликован тизер нового дополнения. А также на официальном ютуб-канале The Sims была запланирована премьера трейлера к девятому дополнению игры The Sims. И сегодня в 6 вечера по московскому времени весь мир увидит новый трейлер к новому дополнению. Ну что ж, уже сегодня в 6 вечера по московскому времени нас с вами ждет трейлер нового девятого дополнения для Sims 4. Вы уже готовы? Лично я нет, мне немножко страшно того, что покажут разработчики, тем более, что тематики этого дополнения, они лично меня немножко разочаровали. Ферма в Sims 4 отменяется, новое девятое дополнение не будет посвящено ферме, коровкам, лошадкам и всему остальному. Новое дополнение будет совсем другой тематике, так что давайте поподробнее. Ох, эти слухи до добра не доведут. Портал Sims Community сообщил, что изображение, которое я вам показывал в прошлом выпуске новостей, оказалось фейковым и ничего общего не имеет с названием будущего девятого дополнения для Sims 4. Ох уж эти работники Target решили, что если в прошлом году спалили название нового дополнения, то и в этом году прокатит, но, к сожалению, фотошоп быстро раскололи. Но на этом еще не все. Если ферму ждать не придется, то экологическую жизнь уж точно нужно ждать. На официальном сайте Electronic Arts была замечена страница с новым дополнением для Sims 4, которое будет называться «Экологическая жизнь» и описание к этому дополнению. Ваши симы готовы сделать мир лучше. Примкните к сообществу производителей собственной продукции. В The Sims 4 «Экологическая жизнь» дополнение. Вносите свой вклад в новом мире Evergreen Harbor. Помогите соседям выбрать проект для коллективной работы. Уменьшайте свой эко-след и наблюдайте за тем, как преображается ваш город. Вы удивитесь, узнав, что произойдет, если симы начнут устанавливать свои правила. О да, с каждым дополнением разработчики все сильнее и сильнее пытаются сломать нам язык. Городочек под названием Evergreen Harbor придет с этим дополнением. Мы с вами до сих пор еще Brindleton Bay до конца не выучили, а тут уже Evergreen Harbor. Мне кажется, что еще совсем чуть-чуть и составив список городов из Sims 4, можно будет людей избавлять от дислексии и выравнивать им речь. Brindleton Bay, Evergreen Harbor и так далее. Экологическая жизнь. Как вам такое название? Лично мне, когда я вчера перед сном узнал о том, что все-таки ферма отменяется и будет дополнение на тему экологии, возобновляемой энергии и всего остального, я немножко подрастроился. Тем более, что экологов мы с вами встретили, мы с вами увидели экологов в дополнение «Жизнь на острове», где они убирают пляжи, очищают воду и так далее. Неужели разработчики не наигрались экологами и решили посвятить этой теме целое дополнение? Но знаете, в этом во всем я вижу один некоторый плюс, лично для нас, для фанатов игры The Sims. Лично для меня экология это возобновляемая энергия, во-вторых, это солнечные батареи и в-третьих, электрокары, электроавтомобили. Разумеется, если электроавтомобили не добавят в это дополнение, то я уже не знаю, в какое дополнение можно впихнуть электроавтомобили. Тем более, что для Sims 3, в её далёкие бородатые года, выходил эко-пак, скажем так, для Sims 3 Store, в который вошли три объекта. А именно, солнечные батареи, электромельница, или как она правильно называется, в общем, которую нам показали в тизере к этому дополнению, и электрокары. Вот. Я надеюсь, что разработчики посмотрят на прошлый опыт создания эко-наборов, скажем так, да, для Sims 3, и добавят электрокары в это дополнение. Я изо всех сил на это надеюсь. Потому что это дополнение очень хорошо подходит для того, чтобы добавить электротранспорт в Sims 4. И если они этого не сделают, ну, это будет как-то обидненько. И тогда нам, в принципе, не стоит будет ждать электротранспорт в Sims 4, потому что это дополнение само то, для того, чтобы вот туда добавить. Ну, а теперь наша постоянная рубрика новости одной строкой. Heavy Metal в новом каталоге про вязание. Сим-гуру Коннор рассказал, что с новым каталогом придут две новые радиостанции, а именно Metal и Focus. Разработчики предполагают, что когда ваши симы будут вязать, им будет довольно скучно, и они смогут послушать Heavy Metal, связать что-то экстравагантное. А радиостанция Focus будет помогать вашим персонажам сосредоточиться на вязании и выполнении домашних заданий. И, кстати, радиостанция Focus впервые в истории The Sims появится в игре. Это радиостанция, на которой будет находиться музыка для заднего фона, скажем так, для бэкграунда. Когда ваши персонажи чем-либо занимаются, а музыка не навязчиво, но очень классно дополняет атмосферу. Скидки до 75% ожидают вас в интернет-магазине 1С Интерес. Весенняя распродажа продолжается в магазине 1С Интерес. Скидки до 75%, таким образом, базовая версия игры стоит всего 499 рублей. Игровые наборы 1124 рубля, а дополнение 1199 рублей. Разумеется, со скидками вы сможете ознакомиться, перейдя в нашу группу ВКонтакте. И на странице найти пост про скидки. Ну что ж, а это были все самые свежие новости из мира The Sims за прошедший день. Ну а с вами был Сергей, это канал Хабагивили. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх этому видео. И пишите в комментариях, что же вы думаете по поводу этого дополнения. С вами был Сергей, это канал Хабагивили. Всех безумно люблю, спасибо за просмотр и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok